Татья 98 Шамати «Духовностью называется то, что не отменится никогда», услышано в 1948 году. «Духовностью называется то, что не отменится никогда». Поэтому желание получать в той форме, в которой оно находится, то есть ради получения, называется материальным. Ведь оно отменится, избавившись от этой формы, и примет форму ради отдачи. «Существование места в духовном называется место реальности, поскольку всякий, кто приходит туда, то есть в это место, видит ту же форму, что и другой. В то же время воображаемое не называется реальным местом, поскольку является воображаемым, ведь каждый воображает себе по-своему. А то, что мы говорим, что 70 ликов есть у Торы, означает, что это 70 ступеней. А на каждой ступени Тора выясняется согласно той ступени, на которой он находится. Однако понятие «мир» — это реальность. То есть каждый, кто приходит на какую-либо ступень из 70 ступеней в том мире, постигает ту же форму, как и все постигающие, которые пришли туда. И отсюда следует то, что сказали наши мудрецы, которые объясняют высказывания Торы, когда они говорят «так говорил Авраам Ицхаку» и тому подобное в других высказываниях мудрецов. Ведь они, то есть мудрецы, говорили то, что говорили персонажи Торы, что выясняется в этих высказываниях. И возникает вопрос «откуда они знали то, что один говорил другому?» Но, как сказано выше, потому что те, кто пришел на ту ступень, на которой находился Авраам или кто-либо другой, они видели и знали то же, что видел и знал Авраам. Поэтому они знают, что говорил Авраам. И также во всех объяснениях мудрецов, когда они объясняли стихи Торы, все это было благодаря тому, что они тоже постигли эту ступень. А каждая ступень в духовном есть реальность. И все видят эту реальность. Так же, как все, приезжающие в город Лондон в Англии, все они видят, что есть в этом городе и что говорят в этом городе.